Медиагруппа «Авангард» представляет Для нас это одно из центральных мероприятий года, на котором мы представляем все основные достижения, результаты, которые мы за этот год реализовали, проекты в которых поучаствовали. Для нас, конечно, СОП-форум это такая классная экспертная площадка, на которой можно поговорить и с коллегами по цеху, где можно поговорить с регуляторами. Атмосфера этого мероприятия как раз располагает поиску ответов на такие сложные, неоднозначные вопросы, где нужна, конечно, такая слаженная работа всего сообщества. Большое достижение, что когда мы на первом СОП-форуме вообще подняли тему соков, тогда было непонятно, что это. У нас шли какие-то методологические споры. Как-то мы путали понятие сока, серта, что первично. Вот какие-то такие, с одной стороны, детские обсуждения, а с другой стороны, мы тогда заложили некоторую базу, методологию, единую систему измерений и терминов, в которых мы дальше живем. Если на первых СОП-форумах тема была такой, ну, какой-то в новинку, как некоторый бантик, который, ну, так чуть улучшает существующую систему информационной безопасности, то сегодня, конечно, мне это было очень приятно слышать, когда почти все панелисты, участники панельной дискуссии в один голос говорили, что функция мониторинга, выявления так являются первичной, являются ключевой в построении действительно настоящей живой системы. Ну, а второе, то, о чем мы говорили с первого СОП-форума и на каждом Уральском форуме поднимали эту тему, это сервисная модель безопасности, аутсорсинг информационной безопасности. Сегодня для меня было удивительно, но уже не мы рассказывали рынку, что безопасность можно и полезно потреблять в сервисной модели, а скорее уже сами потребители, заказчики, наши где-то конкуренты, а где-то партнеры рассказывали, что да, единственный вариант для развития рынка, для повышения уровня защищенности, это использование безопасности в сервисной модели. Это обход вот того фактора, который обсуждался, это кадрового, очень серьезного голода, и сервисная модель может, конечно, в этой части нам сильно помочь. Парадигма обеспечения безопасности, она поменялась. Если до недавнего времени мы строили неприступную крепость, пробой периметра каждой является проблемой, которая является во многом показателем плохого качества системы, то сейчас ситуация другая. Мы говорим про то, что система информационной безопасности — это возможность быстро обнаружить, а система мер — это количество барьеров на пути злоумышленника для того, чтобы удлинить время прохождения, время нанесения ущерба. И дальше количество мер защиты и скорость обнаружения является ровно в прямой пропорции. Чем быстрее мы, чем больше мер защиты, тем больше возможностей нас обнаружить. И на этом сейчас делается акцент в построении современной системы безопасности. Два таких важных момента, на которые уже повлиял 187 закон — это первое — внимание бизнеса, и второе — задача по инвентаризации активов. Мы хотя бы начали понимать или начинаем понимать, прилагаем усилия, чтобы понимать, что у нас в руках, что же нам надо защищать. Это много значит. Когда бизнес, видимо, видит, и мы понимаем, что защищать, ну, половина проблемы. Конечно, хочется быстрее. Сегодня Виталий Сергеевич Лютиков молодец, очень хорошо сказал, что мы все ждем, что за нас что-то сделает регулятор. На самом деле регулятор ничего за нас не сделает. Это должен делать каждый из нас. Регулятор может дать некоторую канву, базис, ну, и может дать некоторый волшебный, как это, стимул для того, чтобы двигаться в эту сторону быстрее. Но это исключительно работа каждого из нас по обеспечению безопасности. Сейчас все уже смирились с тем, что есть такая достаточно жесткая нормативная база. А с другой стороны воспринимают ее как некоторую систему правил, которым нужно следовать. В общем, то, что написано в нормативных требованиях, является очень разумным. И действительно, если следовать вот этим вот рекомендациям, то защищенность будет повышена. Понятно, что для того, чтобы вот в эту сторону идти, нужны ресурсы, нужно упорство. Ну, во многом, обеспечение безопасности — это наведение порядка. Гораздо интереснее поставить какую-то очень технологичную, дорогую железку, чем долго разгребать Абгеевы конюшни. А безопасность-то там, в конюшнях, а не вот в каких-то блестящих и дорогих устройствах безопасности. Конечно, 187 закон поменял их голову и во многом так вот подстегнул к реализации этих требований. По-хорошему или по-плохому, но, тем не менее, это какой-то новый, такой, достаточно свежий виток развития информационной безопасности. 187 федеральный закон — это во многом сейчас тот этап, на котором все находятся. Это инвентаризация, категорирование. Это обследование, это системный анализ. У нас в этом году был интересный проект в энергетической компании, когда мы действительно дошли до каждой подстанции, на которой функционирует система АСУТП. Это крутое знание. Даже многие безопасники, на которых мы работали, которые нас привлекли, слабо себе представляли, что такое вот в их компании вот то самое АСУТП, которое они должны защищать. А второй проект, наверное, который хотел бы подчеркнуть, наш давний клиент — это Банк Тиньков, с которым мы работаем с 2015 года по теме мониторинга, реагирования на кибератаки. У них очень развитая собственная функция информационной безопасности, у них классные специалисты. Но в этом году мы с ними переподписали наш сервисный договор, расширили объем мониторинга. И для нас это такой хороший признак, что мы даем очень полезный, ценный сервис для таких очень требовательных клиентов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!